Кто ко мне бежит? Всем привет, всем доброе утро! Голодней все, чиня уже? Голодней, 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 голодней Голодней, пошли ест, пошли Пошли, пошли Пошли ест Да? Всем доброе утро Доброе, доброе, доброе А где вы были? Где вы были? Где вы были? Ай! Где вы были? Пошли, пошли кушать, пошли Быстренько, быстренько Всем доброе утро, у меня прекрасное утро, день в сурках, покажу уже себя поближе, нас утром уже встретили вот те вот хвостатые, а еще я вам вставлю фотку, так прикольно котик сидел прямо возле нашего подъезда, очень миленький, все-таки животное это такой антидепрессант, который поднимает настроение. А теперь мы наконец-то ходим по своему привычному маршруту вместе с мамой, потому что до этого они были загружены туда-туда, все равно утром получалось выхаживать где-то 10 тысяч шагов стабильно, вчера у меня вообще 12 или 13, когда мы на кладбище ходили. Но хотелось бы именно по маршруту. Мы уже прошли почти километр за 13 минут. Вообще надо просто находить свой темп и не останавливаться. Не помню, говорила я это или нет, вчера, по-моему, кстати, да, о том, что главное не бросать, и постепенно это все войдет в привычку, и вот этого еще будете больше удовольствия и энергии получать. То есть я давала свои рекомендации там одной девушке, и там получается у человека график, да, это не подходит, что человек не может утром ходить, например, да. Ходить, в принципе, можно в любое время, но чисто мне, ну, по комфорту, по времени я понимаю, что мне удобно ходить именно утром. То есть когда желудок еще пустой, и у мамы, кстати, такая же тема, да, она тоже на юбилейной ходе там до пионера, ну, кто знает, с юбилейной до пионера, пешочком и обратно. Вот. То есть мне комфортно утром. Как вариант, можно еще раньше вставать и ходить. Нет, выбирать другие дни, выбирать хотя бы в привычку, например, выйти в выходные дни, и то уже будет хорошо. То есть любая активность, это уже хорошо. Я сегодня покажу, как я буду руками заниматься. Я еще нашла одно видео, но я пока буду делать по тому первому, что я делала. Также можно делать домашние тренировки примерно по уходу килокалорий. Я делаю тренировку 10 тысяч пошагов дома от канала Ти Джим. И там примерно по калориям получается то, что мы утром ходим. Но ходить все-таки на улице более лучше, да? Потому что легкие насчищаются кислородом. Надеюсь, я правильно сейчас говорю. В общем, вариантов можно найти очень много. Так же самое и как отговорок найти тоже очень много. Я вам желаю находить варианты, а не отговорки. Всего один подопечный, 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 ес. Что ты у нее забираешь? Я тебе отдельно насыпала. Такой же взрослый. Взрослый подопечный. Это его мама. А вышел такой вылык. Капец. Иди, иди там, иди. Иди там ешь. Да, я что? Иди, иди, иди. Да, девочки, снова обзор. Обзор покупок. Все, вы теперь можете мне официально называть транжира. На самом деле это не так. Я зашла еще раз в Варус и, в принципе, поняла, что не зря. Вот ради чего я захожу в Варус. Это ради вот таких вот салатов. Ну, это чисто шпинат. Есть еще миксы бывают по скидке. Их можно в основном словить только утром. Здесь 50% скидка. Получается, шпинат получился на 32 гривны. То есть, есть разница купить за 64 гривны или за, допустим, две штучки за такую же сумму. Но одну я купила маме. Она завтра домой заберет. Одну себе. Буду и в салаты добавлять, и в рецепты, и в смузи. Оно очень хорошо идет. Купила яйца. Я жертва этих, тиктока, инстаграма и всего остального. Нашла классный рецепт. По-моему, я нашла его в телеграме, если я не ошибаюсь. Галета с яйцом и сыром. Там, получается, в начинку идет 5 яиц. Несколько яиц идет в само тесто. Вот, ну, плюс хочу сегодня маме приготовить. Это я так уже, знаете, все рассчитала яйца. Приготовить куриные кексы. А чму ленивую. Уже, да, то есть уже 5 уйдет в начинку. 2, 2, и где-то куда-то я еще одну хотела. И вообще, сегодня еще хочу приготовить яблочное печенье без яиц. Я надеюсь, что у меня это получится. Если нет, тогда пусть это будет таким небольшим анонсом на следующие дни. Молоко взяла вот такое вот. Я вам уже говорила, что молочку я не употребляю в чистом виде. Иногда добавляю рецепты. В данном случае в кексы буду, Курина, добавлять молоко. Буряк. Вот такой вот, 6,59. Я попросила маму, у нее очень получается вкусный борщ. Она мне сегодня свалит борщ. Будет такой обмен. Я ей кексы, и я чему? Она мне борщ. Лук. Кстати, лук уже стоит. Чтобы вы понимали. Вот так вот. ЦКПц. Лук дороже буряка и других. Ну, это ладно. Мы уже почти привыкли к ценам. Грушу что-то мне так захотелось. Не знаю, может я ее натру. Куда-то добавлю. По 12,44 она вышла. Это она в уцененке лежала. Куриные вот эти вот штучки. Я уже начала... Потекло. Ставим на место. Сейчас буду убирать. Куриные шейки. Я уже собакам часть отдала. Покупаю охлажденные. Так лучше. Так они лучше едят. И взяла еще фиников. До сих пор они по скидке в Варусе. По 9. Я вот сейчас думаю, надо было, наверное, 2 пачки брать. Ну ладно. Пусть пока одна лежит. Взяла одну. Что может быть какие-то мне еще варианты этих конфет. Встретиться на просторах интернета с финиками. Я тогда приготовлю. У меня уже тогда будет. Тем более по скидке. В общем, все. Мне вышло на 200. 200 с чем-то гривен. Все. Завтра и в ближайшие дни я точно не пойду в магазин. Хватит. Надо вовремя остановиться. Итак, друзья. Предлагаю сегодня приготовить завтрак со мной. Это уже как бы традиционно. Я сегодня пытаюсь все успеть. Я уже поставила маме очму ленивую. Куриные кексы. Уже замешала заготовку на печенье без яйца. Которая, скорее всего, этот рецепт печенья вы увидите уже завтра. Сегодня еще сделать хочу куриные оладьи и галету хочу. В общем, хочу очень много сделать. Но не знаю, что с этого получится. Но в любом случае вы это увидите. Давайте начнем хотя бы с завтрака. Я не помню, показывала рецепт этот или нет. Поэтому решила еще раз его снять. Понадобится пачка творога. Вообще желательно 150-180. Равно у меня 200 рам. Я думаю, ничего страшного. Вот такой творог. У меня кисломолочный сыр. Опять же, да. Я нашла в холодильнике. Думаю, нужно использовать сначала его, а потом тот, что я купила вчера. Два яйца. 70 грамм муки. У меня цельнозерновая. Одна четвертая чайной ложки соды. И в качестве подсластителя у меня будет мед. Это оладьи на две порции. Я себе делала на одну с полпачкой творога. Тоже получается достаточно много и сытно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, вот такой вот завтрак ждет меня сегодня. Мой любимый смузи. И можно сказать, что мои любимые оладьи. Они очень вкусные получаются. Такие воздушные, легкие. Можно заменять цельнозерновую муку на рисовую, либо любую другую. Попробуйте, вот я прям действительно рекоменданцию. Над формой еще надо поработать. Я критично к себе отношусь. Вот, но сама суть вкусная. Еще я поливала, у меня немножко было малинового варенья. Можно не поливать. Можно со сметаной, то есть сметану. Вариантов очень много. Продолжение следует... 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 вот мама на такая же тарелка всем приятного аппетита в общем не я конечно поела вкусненько сытненько прям рекомендую вот эти вот оладушки но как по мне они такие больше на котлеты были похожи куриные я что-то похожее по-моему делала срубленного куриного филе это был именно вот филешка я с нее сделала фарш и вот этот момент я делала фарш больше всего меня расстроил это знаете я привыкла к той ситуации когда в жизни не все так как мы хотим да не все идеально но периодически вот прям опускаются ну не могу сказать что опускаются руки это действительно очень такие громкие заявления слова в общем в общем у меня не было фарша сегодня у меня было куриное филе я думаю перебью-ка его в блендере ну и все блендер покинул чат я расстроилась очень меня как-то знаете подкосило это потому что я уже такая вот ошитворенная что у меня много работы что я наконец-то куплю себе кстати выбрала платье на этот раз не костюм но уже забыла об этом платье походу вообще не знаю посмотрю как будет в мае месяце у меня потому что фриланс это такой момент в котором ну наверное не стоит искать стабильности да у меня есть одна стабильная работа на фрилансе это с вероникой это с магазин военный военторг плюс у нас спорт товар еще есть кому интересно ссылка всегда есть в описании под видео я оставляю возможно кому-то что-то нужно сегодня мы тоже обрабатывали запрос моей знакомой нашли все по той цене которое не подошло там пончо дождевик каремат и сидушка нужно было там определенном количестве то есть мы находим если даже чего-то нет на сайте можно написать я на наставлю инстаграм именно рабочий магазина можно туда написать и что-то найдем что-то подберем то что вам еще классно кстати появились это для мужчин может кому-то нужно футболки 325 ритм по-моему она стоит такая зерба в украине то есть красиво как минимализм такой но тем не менее то есть можно покупать футболки не только военным но такие футболки можно покупать мужу своему мужчине на подарок поэтому если кому нужно я оставлю ссылку на сайт оставлю ссылку на инстаграм так вот да все остальные проекты у меня идут фрилансовские да то есть они не идет какой-то стабильный доход но вот сейчас плюс-минус все наладилось и опять меня обухом по голове и опять какая-то фигня я уже не знаю я еще не научила и знаете вот так вот прям реагировать на это наверное как реагируют более умудренные опытом люди но тем не менее я стараюсь не расстраиваться я не знаю не смотрела сколько сейчас стоит новый вот этот вот у меня получается такая нижняя чаша туда мне все ложишь вверх одеваешь и перебиваешь да там все перебивается вот конфеты я на ней кстати делала вот я нашла уже новые рецепты конфет ну походу и многие рецепты которые я себе посохраняла там есть присутствует этот комбайн в общем то что я говорила спрашиваю про рецепт наверное уже не актуально я не знаю как как вообще снимать как теперь что что делать потому что это это затрудняет некоторые моменты у меня есть весь сейчас вы приоритете поэтому прошу прощения если кто-то там будет ждать рецептов я постараюсь снимать то что можно делать вручную на какой периодичность это будет я не знаю я расстроилась правда я не знаю мне кажется на меня поймут только те люди которые самостоятельно живут да самостоятельно себя обеспечивают и когда происходят какие-то неприятности да там со здоровьем с какой-то поломкой да там у меня недавно с ноутбуком была проблема то конечно это все это конец света но это все решаемо понятно дело что пройдет время да и ты уже немножко по-другому начинаешь на тренинг вот можете даже там проследить кто давно меня смотрит как я реагировала на какие-то такие нюансы жизненные раньше и как я реагирую сейчас мы растем внутренне внешне поэтому будем надеяться что все будет хорошо я выговорилась мне немножко стало легче такую капельку хотя бы чуть-чуть стало легче на этой прекрасной ноте я буду заканчивать это видео спасибо вам большое что вы посмотрели надеюсь оно будет для вас не просто развлекательным но где-то в какой-то мере полезным как обычно рецепты оставлю в первом закрепленном комментарии под видео всем желаю мирного неба хорошей солнечной погоды и до скорых встреч пока